После первой добытой дичи от Николая, остальные охотники в скоротке начали бороться с нервами и бурлящим азартом в крови от полугоднего ожидания выхода на поле. Каждый захотел ощутить тот момент эйфории от первой добытой дичи в сезоне. И вот уже Сашка гордо поднимает свой первый трофей в этом сезоне. Ну что? Поздравляй! С открытием тебя! Туда можно! Давай, иди сюда выставляй! Третий охотник занервничал. Ну вот очередной налет, и в данный момент он был самым хладнокровным охотником на всем поле. На пару минут в скоротке затаилась тишина, каждый смаковал свой момент красивого попадания и радовался своей первой добытой дичи. Так, ребят, мы добыли уже каждый по в яхерю. До нормы, конечно, еще далеко. Но уже оскома сбита. Уже как-то и на душе стало легче. Но охота продолжается. Конечно, в яхер очень осторожный. Малейшее движение. Даже боится скоротка нашего, боится. Хотя он поставлен правильно, по всем правилам. Ничего нигде не выглядывает. Но все равно в яхер боится. Даже скоротка боится. Очень осторожно. Я уж представляю, что будет на следующие выходные. Как будет в яхер себя вести, который уже будет стрелян. Тихо, 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 Михалыч. Опа, налетает. Красиво, красиво, красиво. Бью. После попадания от Николая, голубь хоть и не уверенно, но долетел до ближайших дубов. Это был подранок. А правила охотников гласят, что подранка нужно добирать. Но новый налет в яхеря прижал всех к скоротку. Прямо на нас. Вот, оттуда и оттуда заходят. Ох, красиво. Вот это в яхера заходят. Красиво. Я не могу. Нет. Не ждем, бьем. Высота нормальная, бьем. Ребята, я то, что правее, вы то, что левее. Встаем? Да. Высота, блядь. Погорячились, ребята. И те, и те, и те, и те согнали. Погорячились, ребята. Ай, погорячились. Ай. Надо было выдержать. Они бы на посадку ушли. Поймали. Горячка. Вот. Горячка. Пусть вы назад посмотрели. Заходят на посадочку, ребят. Все, ребята, готовы. Подожди, подожди. Подожди, троечка. Тоечка тоже садится. Не трогай. Да куда не трогай. Мажем, ребята. Мажем. Блин, бессовестно мажем. Опять мажем, ребята. Все, мажем, мажем. Слава Богу, патрону много зарядили. Заслабься ты. Мажем. Вот заходит, ребята. Заходит Михалыч. Заходит. Готовьтесь. Ребята, готовьтесь. Ох, красиво. Троечка налетает, ребят. Подсаживайтесь, ребят. Подсаживайтесь, подсаживайтесь. Не спешите, не спешите. До последнего тяните. Пока, пока они вот-вот-вот не будут. Пошли. Что это было, пацаны? Два я взял. А я промазал два. Я промазал два одного. А, их могли настрелять, елки-палки, блин. Мазилы. Сашка, взял? Да. Молодец. Молодец. Хочу заметить, что рядом на поле находился еще один охотник. Но судя по том, что весь голубь в основном налетал на наш скрадок, значит наши чучела сработали лучше. И вот, пользуясь перерывом в налетах, Николай побежал добирать подранка. А Сашка попытался забрать свою добычу. Но каково же его было удивление, когда вяхер налетел на него возле чучелов, посреди поля. А тем временем Николай таки добрал своего подранка. Лица попроще делайте. Он шугается вам. Вы типа грибы собираете. А они же видят, раз ты прячешься, значит у тебя злая улица. А если ты стоишь, не прячешься. Они смотрят, нет у человека на лице злого улица, блин. Вот они и летят смело на нас. А вы начинаете прятаться, хитрое лицо делать. Счастье в том, что они... Молодец, хорошо снял. После очередной добычи к нам пожаловали егеря с проверкой, и это хорошо. Приятно, когда егерская служба в угодьях работает. По их просьбе я не показал их в кадре, но после их уезда случился казус. Следуя охотничьим правилам, Сашка при приближении людей разрядился. И вот что было после того, как уехали егеря. Ну, блядь, блядь. Блядь. Слышь, Вась. Чёрт. Я же сказал, разрядился. Разрядился. Ну, блин. Ой, Сашка, красавчик. Молодец. И потом с нами произошёл ещё один кадр. О! После меткого попадания Михалыча вяхер камнем упал на поле. Он не чистает. И вот радостный охотник пошёл за очередным трофеем. Тяжело было сдержать смех, глядя на большие глаза Михалыча, которые провожали улетающую добычу в небо. Там он не может быть, но я в земле толпанулся ж. Что его надо добирать? А патроны есть? А он пошёл со стаи, всё нормально. Он домой. Стой. Вы такое видели, чтоб мёртвый вяхер летал. Бывает и такое. Совсем был мёртвый и улетел. Он нормально нагнал. А вот этот. Опять промах. Что ты будешь делать? О! Смотри, колюня опахнула. Да? То, что случилось с нами дальше описывается в многих охотничьих байках и рассказах. А именно в 150 метрах от нас, как вы помните, стоял охотник своим красавцем Драдхаром. Они периодически радовали нас меткими выстрелами по вяхерю и красивой работой собачки. Но после очередного попадания, пёс никак не мог найти голубя. И в челночный способ приближался к нашему скротку в поисках добычи. Да, идёт. Идёт прямо на нас. Прямо на нас, прям на нас. Не-а, на Колю пошёл. Блин, собака. Собака. Не, идёт, 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 идёт. Так он не подсадится. Собака. Ё. Не спешит, он не спешит. Давай. Что, Михалыч? Ух. Красава. Эй, сейчас собака заберётся. Эй! 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 Стоять! Стой! Отдай! Не, ну увидел, да? Нафига ему метко стрелять? Прибежала, собака забрала, унесла хозяина. Ну нормально вообще будет. Собака отработала. Собака отработала, слышишь? Тут мазило, там мажет, а мы тут стреляем, собака носит. Ну нормально. Ха-ха-ха. И шо ты будешь делать, блин? Дааа. Ну правильно наученная собака. Собак надо держать, ребята. Собак надо держать. Не надо метко стрелять. Собака и всё. Больше ничего не надо. Еще один. Вот еще один Сейчас, сейчас, сейчас Эх, красиво, заходят, заходят Бьем, ребят Бьем Эх, а я б что? Все, сбили тут? Дивее туда А я б промазал А я, блин, на дядькину открылся А я опять промазал Массаж как попал, да? Нормально Сидится Вон, сидится, сидится Вот Тихо, тихо, тихо Подходит с Михалыча стороны Ай, для Михалыча отличный выстрел был бы Ух, есть Ух, есть Молодец Ну Хороший Ну Хороший Идет Ай да выстрел, а Аааааааа Аж Как-то так защемило под этой Под лодыжечкой Обожаю такие выстрелы С Трофеем нас Пойду брать И вот в таком ритме мы уже и не заметили Как каждый охотник Взял норму А значит как бы нам не хотелось И как бы не бурлил азарт в нашей крови Но охоту нужно останавливать Все, ребят, как бы не было грустно Как мы не пытались растянуть это удовольствие Но к трех часам С большими перерывами Мы добрали норму Все, норма взята И идти, конечно, домой не хочется Мы, наверное, не пойдем домой Сейчас пойдем готовить шурпух Но, к сожалению, норма взята Вроде бы все там радуются, когда нормы будут А тут сегодня такое большое сожалению Так что пойдем Будем собирать профиля Трофеи И поедем в лес готовить шурпух Вот такие ребята Вот По полтора кило Как минимум один Походу без профиля Может и будет какой-то результат Но не особо Поэтому На этой охоте без профилей Это, я считаю, что Очень слабая будет охота А так, конечно Вяхер, который Такой взрослый Матерый Наверное, не расстрелянный Он, конечно, на подлете Он их раскусывает Когда уже летит на подсадку Он видит, что это не вяхеля И разворачивается Но основная масса профилей Голубей Прямо садится в профиля Вот такие полупрофиля Очень удобно и транспортировать Собирать, быстро ставить Профилей Чем больше, тем лучше Мы даже Весь битый вяхер, который был битый Мы все их подсаживаем Потому что В этой охоте Количество, наверное, играет определяющую роль Чем больше профилей Тем больше стая Тем увереннее идет на нее вяхер И подсаживается Поэтому Сколько можете себе позволить Чучела нам предоставили Наши друзья с интернет-магазина Duck Hunt Спасибо им большое за такой подарок Далеко не часто нам удавалось Заманивать на себя Столько вяхерей Да и добрать норму уже к обеду Ссылку на чучела Вы сможете найти внизу В описании к видео После себя На природе нельзя ничего оставлять лишнего То есть своего вообще Даже не то, что своего А если вы Откнулись Что-то чужое валяется Кто-то забыл Или где-то потерял Что-то заберите Потом вы когда сюда приедете В следующий раз Вам будет приятно сюда прийти Посмотреть, что здесь такой порядок Навели Вытоптали так, что здесь Хоть асфальт вложили И мы всегда после себя Собираем до последнего гильзы До последнего Даже пацаны побежали Контейнеры пособирали Ну, которые можно было собрать Так что Всегда оставляйте после себя порядок Это и вам приятно И Человеку, который приедет После вас Тоже будет Приятно здесь сесть И поохотиться А после охоты Мы направились в лес Чтоб сделать из добытой дичи Шурпу Да и выпить по 150 В честь открытия охоты Так и закончилась Эта охота Шурпой И разговорами у костра Вступайте в мои группы В соцсетях Там вы найдете для себя Много полезного А также выставляете там Ваши трофеи И возможно уже В следующем моем видео Вы увидите Именно вашу фотографию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok